Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами поговорим о случаях покраснения и легкого налета в веничном борозде. Я уже демонстрировал случай, например, поражения в веничном борозде тем же самым псориазом, например, то есть некоторыми кожными заболеваниями, а также красно-плоским лишаем. Однако здесь могут быть и просто элементы раздражения, явление так называемого, можно сказать, пастита, потому что это не совсем поражение головки, больше поражение крайней плоти. Ну, то есть подголовка, что такое веничная борозда, это место, где заканчивается головка члена, и начинается крайняя плоть. Это место часто подвергается дополнительному раздражению, потому что оно, скажем так, во-первых, повышенно травмируется, может травмироваться при половых контактах, во-вторых, там любят скапливаться различные бактерии, грибы, в том числе, да, и которые непосредственно вызывают подобное воспаление. Уникальное то, что в ряде случаев может поражаться только веничная борозда без увлечения головки члена, без увлечения остальной части крайней плоти, в тех случаях, которых мы представляем. К нам обратился молодой человек, который в течение более полугода после контакта страдал зудом, страдовым покраснением, легкой болезненностью при половых контактах, других раздражениях, к примеру, на низме, именно веничной борозде. При относительно длительном немытье головки полового члена появлялся такой налет, вы можете видеть небольшой налет даже на тех картинках, которые мы представляем, да, под видео нашим. Ну и ему, естественно, что дерматологи не сдержались и ставили диагноз кандидоз, назначали мою любимую флюконозолку Тремозол, а также крем Тридерм, это любимый кремах врачей-маляров, которые любят назначать и везде видят кандиды на головке члена, хотя, в принципе, существует анализ для объективизации таких жаров, да, в виде тех же самых ПЦР-анализов, в виде тех же самых анализов на посев на грибок. Однако, даже при наличии отрицательных таких анализов, таких пациентов все равно продолжают отличить вышеозначенными препаратами. Ну и так, мы, естественно, как я сказал, уже видим покраснение, мы видим легкий налет именно в виничной борозде, ну и, казалось бы, на других участках, может быть, его можно было бы не заметить, ну, на головке полового члена, в таком чувствительном месте, да, между головкой члена и крайней плотью. Конечно, это порождает ряд невыдух с пациентом. Данный пациент, кроме анализа на ВИЧ-сифилис гепатита в КВД своем, где ему назначено было высшееозначенное лечение, также сдавал анализы на ПЦР-12, где, кстати, входило грибу кандида, однако она была отрицательной, но упорными врачами-малярами лечение все равно продолжалось, что продолжалось то, что я вам доложил, это флюклонозол и две любимые мази. Действительно, 3-дерми приносил временное облегчение, но полностью заболевание не уходило даже на 3-дерми, и, естественно, что при отмене данных мазей, особенно 3-дерми, култримозол вообще никак не влиял, в общем-то, картина возвращалась полностью снова. Ну, естественно, что первое мы добрали анализы на остальные половые инфекции, потому что ПЦР-12 все не ограничивается, ну, что не ограничивается на пример. Ну, достаточно, наверное, мы находили уже несколько случаев того же самого аденовируса, уретых, да, ПЦР-12 он просто не входит, ну и так далее, мы не будем сейчас останавливаться на этих процессах, но также других половых инфекций обнаружено не было, был взят анализ на кандидоз, это на все грибки и кандида, включая типичные там 8 позиций, ПЦР-анализ, и также посев на грибы и бактерии. В результате чего грибов кандида ни в ПЦР-анализах, ни в посеве обнаружено не было, ни в посеве, вернее, на кандида, быть точно, если, а в посеве с наобактерии было обнаружено фекальный энтеропокк 10-5 степени. Ну, в принципе, это не очень большая концентрация, и насколько она сильно влияет непосредственно на воспаление в данной области, возможно, что влияет, хотя на других участках этого не происходит, но здесь, учитывая локализацию, да, вот такую, постоянную влажность, это может иметь место, хотя и участие в такой небольшой концентрации, как 10-5 степени энтеропока, весьма под вопросом. Поэтому, в общем-то, нами был назначен препарат, который он чувствительен по чувствительности, энтеропокк фекальный, это Максиклав, но коротким курсом, буквально на 7 дней, нами была назначена инстилляция Урету, потому что параллельно там был обнаружен подобная же бактерия. Также нами были назначены наружные, соответственно, ванночки с тем же самым фурцелином, нами были назначены натрия-тесульфат, кальций, глюканат и азон внутриверно, ну и после трех дней вот начала терапии нами была непосредственно проведена фотодинамическая терапия, то есть обработка специальным лазером, да, после нанесения фотосенсибилизирующая крема, что это вообще, какая значимость этой обработки, что она делает, во-первых, она убивает бактерии грибы, да, естественно, путем к лазерным излучениям, во-вторых, она убирает клетки, которые, скажем так, участвуют в воспалении, да, то есть они впитывают в фотосенсибилизатор и, соответственно, под воздействием облучения это проходит. Естественно, что я не умаляю действия также и инъекционных препаратов по типу терсульфата, глюканата, которые обладают десенсибилизирующим действием и наружной терапии в виде тех же самых ванночек или примочек с форцелином, однако подобная терапия, скажем так, дополняет вот все вышесказанное. Данное заболевание разрешилось примерно через 10 дней. Нами было проведено два сеанса непосредственно фоторинамической терапии с интервалом в неделю. Ну и, соответственно, уже после первого сеанса заболевание почти разрешилось. Естественно, что параллельно уже три дня, как бы мы до сеанса делали и примочки, и, соответственно, антибиотики и непосредственно инъекционную терапию. Ну а затем после второго сеанса, в общем-то, уже через 10 дней процесс полностью разрешился. Поэтому при таких хронических заболеваниях, хронических воспалениях головки члена, крайней плоти или в области виничной борозды, в нашем случае, важно комплексное лечение. И если вам не помогают простые методы по типу мази, да, то нужно все-таки до того, как вы соберетесь делать циркумцизия или обрезание, это естественный выход для каждого врача-мазевика неудачника, да, когда у него не получается чем-то мазимо исправиться, он скажет, ну, тогда обрезание. Какой-то есть еще куча других методик, как обследование, так и лечение, которые нужно попробовать, прежде чем уже взрослому мужчине переходить к циркумцизии или обрезанию, которого в большинстве случаев точно удается избежать. При необходимости диагностики и лечения любых высыпаний в области половых органов, вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платный КВД в Москве, у вас прям грамотно-специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас наших клиентов, подписывайтесь на наш канал на YouTube, на наш канал Instagram. Спасибо за внимание.